Второй вопрос, по поводу которого хотелось бы сегодня провести небольшое совещание, в принципе политически генеральная линия уже выбрана, это восстановление в городе Днепре соборной мечети, которая была построена еще до Первой мировой войны, до революции, турецкими торговцами, которых в результате определенных политических событий вынудили покинуть наш город, после этого в соборной мечети Екатеринослава был клуб МГВД, был картонажный цех, были разные всякие хозяйственные постройки и в настоящий момент там функционирует детско-юношеская спортивная школа. Однозначно мы по согласованию с нашими турецкими коллегами детско-юношескую школу не имеем права туда выселять, поэтому был предложен следующий вариант, чтобы городской совет выделил хороший участок земли в ближайшем отдалении, вот ныне существующей спортивной школы в центре. Наши турецкие коллеги построят там современнейшую спортивную школу по новым технологиям и восстановят саму мечеть, так как она выглядела в каком виде до 1905 года, после того, как вынудили турков покинуть наш город. Таким образом мы будем иметь в городе одно из красивейших старинных зданий, мы будем иметь мечеть, мы будем иметь турецкий культурный центр и мы будем иметь спортивную школу. В результате будет восстановлена историческая справедливость, будут восстановлены права мусульманской общины, дети получат и территориальная громада новую спортивную школу, и кроме этого подобного рода проект будет являться символом наших дружественных, теплых отношений с народом Турецкой Республики. Мы проговаривали с компанией ВИМА, в том числе, что после того, как этот проект будет реализован, высшие должностные лица Турецкой Республики посетят наш город и, соответственно, откроют эти два знаковых объекта. Вот такая сегодня у нас повестка дня. Для начала давайте приступим к обсуждению проекта слипорта транспорта и трубок метрополитена. Все данные, я хочу сказать вам спасибо.